ангелец начинает свои программы сегодня у нас понедельник сегодня у нас день луны 6 июня сейчас 9 часов утра на восточном побережье 10 часов утра на западном побережье 7 часов утра но в москве 5 часов вечера и у нас на связи москва и профессиональный астролог андрей бухарин и сегодня у нас программа которая ну мы будем говорить об интересном андрей здравствуйте здравствуйте майкл да рад вас видеть и слышать хочу напомнить о том что наши программы можно смотреть и слушать на по интернету это тройное w sun gates radio.com sun gates radio.com это наш skype sun gates 108 это наш телефон 847 226 9956 в основном это для тех кто живет на территории соединенных штатов соответственным образом они могут нам позвонить но если есть такая возможность у россиян к примеру пожалуйста будем рады также на этом тройном w sun gates radio.com можно оставить свои комментарии можно оставить свои предложения замечания и программы наши записываются выставляется в youtube а потом они идут фейсбук где тоже можно все то же самое сделать андрей ну нашей прошлой программе с вами вы так сказать предупредили очень серьезно о том что у нас надвигается на нас новолуние она уже так сказать надвинулась сегодня у нас второй день до второй день лунный и что происходит в это время и что изменилось за эти несколько дней которые прошли с того момента когда мы с вами вели простую программу ну хочу еще раз во первых поздороваться с уважаемым ведущим майклом и уважаемыми радиослушатели сегодня да прошла неделя или неполная неделя неделя почти с предыдущего нашего общения мы тогда как раз рассматривали транзитную петлю марса марс покровитель военных действий конфликтов спорта металла огня колющих режущих предметов и буквально на днях то есть уже после нашей радиопередачи подтвердился один из моих прогнозов по поводу обострения в южно-китайском море если помните там непосредственно это было вот начинает там китая что-то претендовать на некие острова много лет претендует ну вот если мы так спрашиваем что за это изменилось ну а сегодня день рождения александра сергеевича пушкина мы поздравляем поклонников его таланта великий русский поэт это правда александр сергеевич пушкина кстати сегодня в этот день родился мой друг я с ним разговаривал с которым мы знакомы буквально с первого можно сказать класса один из пяти друзей детства и пользуясь случаем хочу еще раз поздравить валеру валера живет минске ну будет слушать будет слушать записи так что мы поздравляем да так вот 6 июня до знаменательное событие и что мы по этому поводу вы с точнее скажете по этому поводу насколько оно было знаменательным в 1799 году по моему да все наверно ну чтобы в эфортово родился великий поэт я даже бывал на в том месте здания этого нету сейчас там кажется школа находится это прямо метро бауманской как выходишь прямо напротив входа через дорогу был дом двухэтажный где жил александр сергеевич пушкин у него интересный талантливый человек но тем не менее очень сильно скажем так или одновременно его жизнь обеяна тайнами и всевозможными ну скажем такими причем как бы в две жизни у человека даже есть такая точка зрения присутствует и я предлагаю сегодня мы можем гипотезы тем не менее вот можно и астрологически и просто даже литературно рассмотреть вот его творчество и сравнить то есть так ли это или нет потому что обе точки зрения имеют право на жизнь и они как говорится каждая точка зрения имеет свои аргументы ну вы знаете что александр сергеевич пушкин согласно официальной истории погиб на дуэли от дантеса в 1837 году прожив 37 с половиной лет но вот есть вот здесь на этом как раз не начинается самое интересное что за что вы имеете ввиду даты смерти да да потому что существует точка зрения что он был тайным агентом насколько помню александра первого тогда и и и нет это было не инициацией ну я уже хронологии не помню кто там жил там но явно не второй точно но вот александр второй был позже он в середине было 19 века вы имеете ввиду царя но это еще хочу есть я сейчас несколько точек расскажу таких точек зрения и за и против давайте в общем есть такая самая не невероятная такая точка зрения что фактически что на самом деле александр сергеевич пушкин не умер это было скажем как это слово такое криминальное есть когда человек умер на не умер на самом деле притворился то есть как бы фальсифицирована была смерть вот имитация смерти было и он на самом деле был резидентом то есть таким как бы штирлицем в европу заслал и там он появился под именем александр дюма и здесь платит а правильно да да но я же не утверждаю это причем лично я даже эту точку зрения не очень поддерживаю у меня другая точка зрения а моя но я как бы чтобы для объективности информации то есть и и озвучиваю любопытно тем что когда пропадал и в молодости александр сергеевич из россии одновременно в это время как-то проявлял себя на литературном поприще александр дюма а франции наоборот то есть вот такие нюансы они конечно но дают точку такую знаете почву для обсуждения размышления вот этого то есть здесь есть варианты такие как бы ну точка зрения такая есть вторая точка зрения что фактически он был убит но если третья точка зрения которая в общем-то она параллельно вот второй что он был убит но на самом деле тут александр сергеевич которого нам всем показывают на но как бы исторически его лицо изображение его родословное сфальсифицированы то есть фактически он был другого роста другой цвет волос вообще-то принципе другой человек от на чем основывается эта точка зрения эта точка зрения основывается на информация о том что когда во время великой отечественной войны могила александра сергеевича пушкина попала зону оккупации германских войск они произвели раскопки эксгумацию и там оказался двухметровый блондин в этой могиле то есть с другой стороны возможно что когда инициация не инициация когда фальсификация была если первую гипотезу мы вспомним что если допустим на самом деле он не скончался но похороны то были же публичные какие-то значит кто-то там должен был в этом гробу быть но в общем то еще до того описывается как жуковский снял с руки пушкина персень и в общем то он был последним который не присутствовал при его кончине да так есть еще больше есть даже маска скажем подсмертная там с гипса кажется она как бы изготовлена вот и там ну тоже такие факты присутствуют я склоняюсь моя точка зрения ну во первых перед тем какой точки зрения склоняюсь я немножко позже скажу я хочу сказать что мы здесь формате радиопередачи не можем предъявлять какие-то аргументы ну таки научного характера ну например там как анализ днк или что-то это как бы не в наших полномочиях и вообще хотелось бы чтобы передача шла в русле эзотерического такого вот среза не знаете как я добавлю астрологического все-таки вы астролог и мы с вами беседуем как я потом совсем немного скажу свою точку зрения я никогда не считал но вот поскольку у нас такая программа была мы с вами решили что мы поговорим немного о пушкине я посчитал так сказать нумерологию и сравнил его с нумерологии александра дюма я потом чуть попозже озвучу эту мою точку зрения сейчас анализа что-то анализ пожалуйста да давайте значит смотрите есть какие-то точнее есть очень и очень много совпадений я достаточно был удивлен дело в том что я когда посчитал но есть разные подходы к нумерологические скажем не более близок физический подход в восточной нумерологии так вот с точки зрения он родился как мы знаем 6 июня то есть это цифра 6 александр дюма родился по еще раз так сказать по хронология родился 24 числа это тоже 6 что такое 6 6 это венера и венера это страсть это литература это искусство это красота это музыка это высшем проявлении а в низшем проявлении это совсем другой аспект и вообще так говоря если пойдем дальше в мифологию если можно так выразиться ведическую хотя веда это не мифология то в общем-то какая-то такая наука и знания точнее не переводится то венера это покровитель или учитель демонов имейте ввиду а то есть венера он в ведической нумерологии планеты не она не тут все мужского рода поэтому да грахи так вот юпитер это покровитель или учитель и полубогов дэваты а венера это покровитель и учитель асуров это демоны и вот как раз таки есть в истории и в литературе описывается очень и очень постоянные скажем таки за загулы разгулы александра сергеевича пушкина и его мягко говоря любвеобильность это описывается тоже точка зрения так скажем это то что вот описывается то есть это соответствует но я пойду еще дальше дело в том чтобы его психоматрица находится три шестерки а три шестерки мы знаем что такое три шестерки не будем сейчас углубляться это шестерка вообще-то говоря в кубе и что это означает это очень не очень серьезные вещи это то что вообще-то переводится если так скажем этимологию брать это переводится как секс это власть и это деньги это все то что как бы было присуще вот если мы возьмем дюма но тут много всего и очень и очень много совпадений на самом деле связано с шестерками или с тремя шестерками даже у пушкина а если мы возьмем дюма у него нету трех шестерок в его психоматрицы но у него зато есть огромное количество двоих что есть энергия просто невероятное и то же самое его поведение скажем в быту отношения с женщинами они характеризуются именно так скажем очень и очень серьезные сходство прослеживается ну еще раз это вкратце там много чего можно посмотреть и я даже не углублялся но тем не менее мы сейчас говорим все таки об астрологии вот скажите как что было так что можно стать на точку зрения эту или ту пожалуйста я готов ответить значит я хочу во первых сказать что с позиции именно вот астрологической я это многократно кстати озвучиваю на своих лекциях я считаю что александр сергеевич пушкин не выполнил свою кармическое предназначение почему потому что у него лунные узлы находятся восходящий узел находится в тельце заходящий скорпионе скорпион это как раз тема дуэли тема риска адреналина сексуальной жизни какой-то вот как вы озвучили такой сверх скажем нормальной каких-то потребностей или так среднестатистического человека телец это безопасность достаток осторожность эти такой как бы тихая сытая жизнь вот и очевидно здесь что на возвращение до цикла одного цикла обращения лунных узлов 18 целых и 68 сотых лет приблизительно 18 с половиной лет и на втором простите если взять 18 половиной лет это те самые три шестерки что самое интересное ну это четыре шесть шесть и шесть ну возможно кстати да но это же как раз вот демоны эти там об этом и обращающие себя за хвост цикла лунных узлов да и на втором возвращении лунных узлов в тридцать семь с половиной лет произошла вот эта трагедия то есть в него было отнято как раз сила по заходящему узлу потому что человек сверх нормы его эксплуатировал и а в нашей и тогда это отнимается знать как шагренивой кожи а в нашей жизни то есть в любом из нас есть вот такая кармическая задача где надо скажем выполнять задачу восходящего лунного узла и более я хочу сказать что проекция знака скорпиона это гениталия это пах ну на тело человека согласно астрономедицины вот западной традиции известно что дантес ранил его но официальной версии его в живот а фактически когда вот я изучал этот более глубоко этот тему не в живот он его ранил как раз-то в пах а вот так как он полуоборотом стоял попала пуля в бедро бедренную кость и рикошетом пошла в брюшину вверх то есть фактически она остановилась в животе но через то есть обычно травмы происходят как раз проекция тех знаках которым мы неправильно что-то делаем то есть это часто особенно можно обращать внимание когда мы режем пальцы или обжигаемся то есть там например правая рука значит мы с мужчиной неправильно как-то себя ведем левая половина например это значит женщинами там указательный палец юпитер например кого-то научили жить слишком настойчиво может этого не надо и так далее и вот это один из показателей что я склоняюсь что все таки что он скорее был убит чем вот там воскрес виде александра дюмы я еще бы но даже не астрологически а вот литературное хочу различия сказать что все-таки сравнивать даже если сравнить творчество александра сергеевича пушкина и александра дюмы дюма дюма вы слышать высочайшем то есть благости то есть там эзотерические сказки лукоморье дуб зеленый и так далее и так далее а александр дюма это так бы я сказал гуна страсти такая тема была там мушкетеры д'артаньян эти всякие там то есть что они там выпили закусили да и там там констанцию там влюбился он там это единственное такое высокое было только в констанцию он одновременно с тремя там до констанция это так сказать для души даже куда там невежество даже идет то есть как бы неправильно но однозначно никакая не аскетическая жизнь и какая-то там такая духовная тема не не освещалась и вот здесь вот мне кстати вот именно в том числе и на этом уровне чувствуется ну скажем так подмена некая почему подмена потому что есть фотографии детей александра сергеевича пушкина и это в интернете можно набрать их четверо кстати у меня есть фотография могу выложить после передачи в виде как в теме там комментариев что любой может зайти как раз на фейсбуке на ваш сайт на новости прочитать скажем так диалог продолжаться после передачи вот так вот я вам скажу что если так выражаясь политкорректно по-американски афроамериканцев там в родне нет знаете то есть такие все несмотря на ганнибала да вот вопрос вот почему тогда то есть когда там посмотрите там все причем волосы вьющиеся белый вот это кстати подходит к той немецкой точки зрения ну скажем версии что он фактически был не вот как нам рисуют небольшого роста каким-то там таким вот скажем так российским афро американцам да было скажем нормальный белый человек высокого роста и так далее то есть фальсификации опять мы к тому исходим что а кому это надо было как посчитать его творчество вы знаете это уже как бы вопрос не не астрологический то есть кому это надо было ну может быть у него были какие-то влиятельные враги которых мы не знаем и кто-то может быть там желал ему скажем так что даже в последующем никто его не вспоминут там тоже не вспоминала как-то навредить такие же бывают жизни ну например того же левонтова взять там же начальник того же кгб царского графа фамилию фире не выговаривали бенкендорф он же его там личный враг был вы понимаете тоже вот почему так ну вот так это же ведь писатель был потому что писатели это такие люди которые могли выразать как бы свободно с такую мысль да еще в виде стихов как было так облекали в такую форму что она талантливо распространялась на всяких баллах там этих дискотеках того времени и так далее и естественно видно ранить кого-то но это точка зрения скажем такая я даже не задумался честно говоря над этим кому это выгодно сам факт что мы имеем ну просто может кому выгодно без понятия кому-то значит выгодно а может никому не выгодно может просто так исторически сложилось ну я к тому говорю что есть несостыковки такие понимаете которые любой может посмотреть в интернете набрать дети александра сергеевича пушкина и просто посмотреть а почему они не похожи на своего отца ну можно предположить что он не был с их нему генетическим отцом теоретически можно можно но я опять же я не следователь это вот это надо какие-то генетические экспертизы брать эксгумации делать и так далее чтобы это доказать и попровергнуть эту точку зрения да ну андрей мы конечно не будем заниматься этим в эфире тут есть еще там много на самом деле совпадение вы абсолютно правы потому что он занимался у него больше эзотерики было вообще-то говоря когда он писал пиковую даму допустим да так там карты которые выбирались интересная карты бы выбирались тройка семерка туз тройка семерка тридцать седьмой год туз это единица в общем-то в картах это январь месяц то есть это нумерологически это интересное совпадение такие да то есть каким-то образом у дата это было где-то как-то понятно известно не знаю ну там в то время тоже жили я хочу сказать астрологи не и конечно же многие в общем-то следовали и учитывали этот момент это очень интересные вещи дорогие друзья обращаясь нашим радиослушатели на самом деле мы не обсуждаем как и что и не какие-то вот жареные факты там не приносим это все с точки зрения нумерологии то что андрей сегодня рассказал эти вещи которые мало известны широкому широкой публике об этом не пишет если пишет выкапываю там какие-то такие или очень негативные или какие-то такие все восторженные вещи ну история она естественно туда уже сложно нам попасть и действительно эти гуны тамас сатва и радиос они тоже присутствовали без сомнения у обоих этих очень и очень известных людей и и то что шестерка это творчество это литература первую очередь это творчество я хочу сказать потому что те люди которые родились вот под знаком венеры это очень и очень творческие люди просто аспекты действительно могут быть высшие ниши и могут люди находиться действительно в гуне невежества в тамасе они могут находиться в гуне благости в сатве андрей я предлагаю перейти вы специалист мы обсуждали в прошлых и вообще таких до того как мы начали делать наши программы вы специалист в каких-то вот может быть но не сказать катастрофах а сказать каких-то в общем-то событиях которые могут менять историю в том числе конечно и катастрофы войны и так далее это так ну я занимаюсь исследованиями глобальных таких циклов например циклы смены идеологии циклы смены причем глобальные циклы в том числе то есть макро такие вот которые выходят далеко за пределы жизни человеческой циклы войн то есть это конкретно моё исследование которые я выступаю на конференциях кстати по которым тоже многие вещи можно опять и в девятнадцатом веке специфицированы как бы выводится на чистый также циклы мировых катастроф вот в частности в прошлом году в 2015 я выступал в минске на конференции геоклиматические катастрофы там анализ и прогноз точнее катастроф ну я майкл я еще не все высказал по александр сергеевич пушки на я прошу прощения давайте заканчивать с пушкиным я вкратце я подготовил у меня есть моя техника расчета афетического статуса планет это мои научные исследования уже не первый год их рассказывая них и обучая их своей школе там как раз я тоже построил графики я хочу их показать то есть график психологически и ну согласно там астрологической одной программы на этот период событийный график то есть что с человеком был потому что если бы человек остался то есть у него ну скажем так он перевертушен таким стал что был пушкиным стал французским да а поэтом даже не поэтом кстати там он писатель собственно это разные кстати еще там уже пушкин то что делал проза то у пушкина практически нет ну немного такая маленькая да в основном же он же он же поэт а дюма сколько он может похвастаться объемами то есть вот здесь тоже вот второе несостыковочка то есть именно в творческом скажем заряде в таком что дюма явно уступает пушкину если так сравнивать по уровню его скажем подготовки и вообще действительно по качеству вот я хотел показать если можно я сейчас могу подключить продемонстрировать свой экран и как раз можно сейчас дать попробуйте мы это увидим в записи мы это увидим не 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 а вы подключите да но вы будете говорить комментировать поэтому наши радиослушатели будут слышать как минимум я как раз у меня тут как раз готова видно мой экран да нет вот только был пропал сейчас видно только ваша фотография скайпе а вот только что было да давайте мы еще раз попробуем нет 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 не появилась она на мгновение мелькнула гороскоп но ушел ушел давайте мы сделаем не так давайте мы сделаем верните на место все так чтобы мы видели вас а а вы покажете это все уже потом пришлюте мне и я попробую это так сказать совместить хорошо меня видно нет сейчас да да сейчас вы на экране хорошо и вот хочу сказать если хотите попробуйте давайте еще раз попробуем если сейчас не получится я сделал но что-то ну ладно это прямой эфир то есть здесь ну давайте давайте попробуем прямой эфир это 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 сразу говорит о том что это не фальсификация не фанера да ну что появилось изображение появилось изображение вас а давайте возвращаем вас на место да да живую картинку у нас не удался ну ладненько давайте я расскажу тогда значит рассказываю про Майкл ну я вас не вижу почему-то алло слышно вас видно и слышно да и меня не обязательно значит смотрите что я хотел рассказать значит у Пушкина на этот период в 37 лет у него по графикам идет спад как психо как эмоциональный так и событий вот если кратко аргументирую это после радиопередачи после эфира еще хочу сказать что у меня вот есть книга такая Александра Сергеевича Пушкина издание 70 1972 года и у него есть здесь интересное такое стихотворение называется моя родословная ну не буду за ним хотя могу знаете прочитать если есть время у нас просто к тому что по поводу опять же фальсификации что здесь есть некое несоответствие во-первых с официальной родословной ганнибала и здесь некоторые вещи которые мы с вами можем рассмотреть как ну странные такие более поздние скажем дописали стихи которые опять же очень заметно уступают качеству и примитивный слог там можно пять минут за пять минут я вложусь вы знаете я думаю что можно было бы давайте если у нас останется время давайте мы все таки у нас следующая программа будет по по расписанию через 20 минут начинается вот смотрите чтобы у нас было время потому что мы все таки ну я быстро могу сделать давайте давайте я прочитаю пару здесь скажем только два таких стихотворения во первых и то что дописано ну вот у него написано так смеясь жестоко над собратом писаки русские толпой меня зовут аристократом смотри пожалуй вздор какой не офицер я не асессор я по кресту не дворянин не академик не профессор я просто русский мещанин понятно мне времен превратность не прикословлю право ей у нас новорождением знатность и чем новее тем знатней родов дряхлеющий обломок и по несчастью не один бояр старинных я потомок я братцы мелкий мещанин не торговал мой дед блинами не ваксил царских сапогов не пел с придворными дьячками князья не прыгал из хохлов и не был беглым он солдатом австрийских пудреных дружин так мне ли быть аристократом я слава богу мещанин мой предок рача мышцы бранной святому невскому служил его потомство гнев венчанный иван четвертый пощадил водились пушкины с царями из них был славен не один когда тягался с поляками нижегородский мещанин смирив крамолу и коварство и ярость бранных непогод когда романовых на царство звал в грамоте своей народ мы к он руку приложили нас жаловал страдальца сын бывало нами дорожили бывало но я мещанин упрямство дух нам всем подгадил в родню свою неукротим с петром мой пращур не поладил и был зато повешен им его пример будь нам наукой не любит споров властелин счастлив князь яков долгорукой умен покорный мещанин ну и так далее я вот как раз дочитал до этого что обратите внимание при петре первом его предок был повешен стрелецкий бунт и вот дописано ниже постскриптум то есть какой слог шел да сейчас дописано следующее обратите внимание что каждая такой блок где он пишет ни разу не повторяется из восьми строк ни разу не повторяется одно слово два раза а теперь дописано решил фиглярин сидя дома что черный дед мой ганнибал был куплен за бутылку рома и в руки шкиперу попал сей шкипер был тот шкипер славный кем наша двинулась земля и так далее два слова даже три раза в двух строчках повторилось одно слово то есть примитивный слов дописано надо вот объяснить что он был как бы ганнибал и имел к этому отношение и позже дописано как я допустим к этому прихожу выводу потому что опять же доказать я это не могу просто судя по качеству скажем так исследуемого материала что первое это было совершенно то есть творческая такая правильно поставленная рифма здесь например вот такой есть еще вообще в рифму даже не попадает что для пушкина в принципе немысленно и был отец он ганнибала пред кем средь чесменских паучин громада кораблей всплывала и пал впервые на варень то есть даже на два слога больше строка чем обычно то есть на это вообще немыслимо для пушкина то есть очевидно что писал какой-то там я не знаю кто но не талантливый человек абсолютно ну вот и все что я хотел про александра сергеевича сказать я просто сказал именно чему это сказал что к тому что его жизнь овеяна тайной то есть вот нептуном что вот именно там фальсификация это второй вопрос кому это даже не вопрос сегодняшней передачи там бог его знает кому это там надо было значит кому-то надо было раз вот дописывают здесь явно ну второсортный текст какой-то его вот родословный значит но сам по себе это значит должно сильно сильно быть какая-то тема двенадцатого дома у него усилена это кстати корректификация гороскопа и возможно двенадцатый дом связан с восьмым чтобы именно тайна в посмертии то есть какая-то наступила то есть обязательно потому что до сих пор ходят много разговоров а в астрологической среде по поводу его точной либо не точной ректификации то есть какое время ставит а это очень важно чтобы астрологический портрет личности был я вообще много подготовился готов и про него рассказать про психологические комплексы и так далее но раз формат уже передачи такой что нам уже в затылок дышит следующая передача мы можем сейчас оставить это на будущее мало если будет радиослушателем это интересная тема мы можем продолжение сделать темы пушкина по отзывам да давайте давайте я хочу просто еще раз напомнить нашим радиослушателям о том что с нами можно связаться во-первых на facebook и youtube написать свои замечания можно прийти просто на тройное wsungate radio.com и там оставить свои замечания какие-то пожелания или задать вопрос или skype sungate солнечный оборот на конце буквы s 108 ну а сейчас да действительно давайте перейдем у нас есть еще немного времени скажем там на какие-то вот такие знаменательные события я хотел вас спросить вот что если говорить о знаменательных событиях допустим да то с точки зрения повторяю очень простенько так вот возьмем 1917 год всем известный год год революции суммарная набор цифр это число 9 9 это марс ну понятно что произошло в 1917 году как это сочетается с 2016 годом годом который мы живем потому что сумма цифр тоже 9 есть ли какие-то похожести есть ли какие-то допустим год еще не закончился год в какой-то в какой-то степени может быть для соединенных штатов и для всего кстати меры тоже судьбоносны почему потому что в конце года будет выбросы президент соединенных штатов америки ну последние два предыдущих президента были власти 8 лет то есть это возможно на 8 лет теоретически вот политика скажем будет вот такая вот связи с тем что будет новый президент как вы это видите с точки зрения астрологии Майкл я вот ну у меня немножко другая традиция не индийской астрологии но ведической которую вы озвучиваете в моей традиции марс это номер 3 обычно так здесь но я это не оспариваю я вообще кстати не противопоставляю ведическую скажем так и западной астрологии я это воспринимаю как два способа постижения высокого там две технологии или техники как угодно ну марс есть марс неважно какая цифра в данном случае ну просто к семнадцатому году хочу сказать что семнадцатый год он в моих исследованиях он отмечен как граница смены идеологии то есть не столько войны мировая война никакая в семнадцатом году не началась она началась раньше в 1914 там в 1938 даже некоторые считают официально что 39 но фактически в 38 началась вторая семьюнхийского сговора да и есть циклы закономерности повторяемости событий вот которые я собственно исследую так вот семнадцатый год он резонирует с циклом идеологическим которым скажем минимальный такой константа является цикл юпитер 12 лет то есть 12 30 36 108 лет его цикл жизни советского государства он как раз 108 лет то есть представьте себе что еще советский союз живой и ленин жив но лежит же все таки да а кто его знает вдруг сфальсифицировали и он там где-то памятники стоят эгрегор еще живой вот он хоть отступает падает там границы маятник не маятник физически а маятник это как маятник вот и получается что ну сейчас фаза распада идет то есть его что первые 36 лет советский союз созидался вторые 36 лет рассвет из 89 причем границы какие 53 год смерть Сталина он то есть потом 89 смерть кпсс ну когда вот на съезде народных депутатов скажем так лишили там силы власти это тут кпсс из 89 плюс 1989 плюс 36 лет это 2025 год то есть на мой взгляд 1917 будет резонировать события с 2025 по поводу 2016 он простите андрей я перебью 2017 вы сказали 25 25 25 год еще 9 лет да то есть как повторяться то есть начнется новая такая ста восьмилетняя некая идеология которая будет опять же состоять из трех таких фаз а сейчас еще фаза распада идет то есть сейчас еще полностью неразрушенность то что скажем формировалась в семнадцатом году понимаете то есть это будет дефрагментация идти вот по советского пространства и так далее то есть оно еще но это все к 2009 году будет временное такая усиление а типагонии кстати она усиливается я вот гулял на тверской кстати памятника пушкина на пушкинском сквере знаете что там сейчас какие в москве вот в мае месяца какие там скульптуры сейчас не поверите из гипса девушка с веслом пионеры в тридцатых годах пионер лагерях вот эти скульптуры гипсовые я даже сфотографировал их ностальгия что ли а так это так это же по циклам сейчас детей в пионеры принимают вы не знаете что вот реально я значок смотрел так там это 18 копеек то есть советских запасы стоимость ленина как мы ходили вот с этими пионерскими значками те же галстуки те же значки те же галстуки красные те же эти сейчас ну это же я же вам рассказываю школа под боком тут я же вижу там кто во что дед пионер но там на сейчас их 4 вида там какие-то скауты экологи просто эти но из пяти классов два пионеры например вот что вы понимали и вот так ходят всегда готов без шуток это я говорю не фантастика то есть огонь идет идеология а с другой стороны вот почему раскачивается конфликт как бы наоборот декоммунизация Украина да а здесь наоборот как бы коммунизация какая-то ностальгия по СССР это почему потому что 2016 год он по циклам воин соответствует одна тысяча девятьсот сорок первому году то есть есть мои исследования что семьдесят пять лет каждые семьдесят пять лет повторяется война пожалуйста я готов правда может эта тема следующей передачи и мы можем я думаю да мы сейчас только обозначим скажем так то есть какой 2017 год да ну конец сейчас шестнадцатого конечно что те же астрологические показатели когда гитлер напал на советский союз ну когда вот эта горячая фаза пошла потому что до нападения гитлера на ссср ну все таки так война была какая-то такая мировое назвать можно было с натяжкой потому что там повоевал гитлер месяц там полгода отдых там или три то есть такой не было такого непрерывного сталинграда скажем так да там фронта то есть какие-то локальные войны были а вот именно такое активное как бы вот массовое такое вот движение народов это началось сорок первого года и вот эти показатели которые тогда были кстати лунные узлы были дева рыбы и марс находился в рыбах и вот это повторится в конце этого года в декабре 2016 года такая конфигурация астрологическая ну вот видите значит получается что ну с одной стороны скажем вот если взять нумерологию которая является частью очень небольшой части будем так говорить астрологии в принципе просто упрощенно то 2016 год это тот самый девятка тот самый марс и каким-то образом что-то должно происходить такое вот воинственное а с другой стороны 2017 год это так сказать юбилей 100-летний юбилей годовщина великой октябрьской социалистической революции скажите существует в общем-то вселенский закон все должно быть в гармонии то есть мы говорим о том что приводятся примеры инь-янь энергия мужчина-женщина день и ночь небо-земля то есть все должно быть гармонично и вот представьте себе и не есть я нету ну куда это годится ничего не будет с этого дела будет что-то непонятное совершенно хаос какой-то будет и вот я когда-то беседовал с одним очень известным человеком я его уже упоминал и не один раз Игорь Иванович Ветров он недавно ушел из этой жизни и он рассказывал о том что существовало в общем всегда было две системы скажем а если раньше быть это была дровидийская цивилизация была цивилизация другая потом пошли атланты и вот был социалистический строй и капиталистический строй ну и вот все так сказать празднуют победы с развалом советского союза он рухнул социалистический строй то есть сейчас идет речь что и он говорил о том что одна система без другой не может существовать нет согласен и что-то должно произойти вопрос времени как вопрос времени когда это будет происходить ну вот мы сейчас с вами подходим к тому что что-то что-то зреет но 25-го года как я понимаю ну я так отвечаю что формат времени извиняюсь немножко перебил действительно майкл это 25-й год капитализм сейчас он загнивает в плане того что нет противника с кем бороться врага скажем скажем сам себя съедает как тут скорпион конечно коммунизму мы еще и близко не подошли где все здорово и замечательно это было когда-то в сайте юге которая еще три с половиной миллион тому лет тому назад это было тогда было все здорово замечательно сегодня у нас все по-другому естественно ну хорошо а у нас есть еще буквально там несколько минут скажите что все-таки вы видите такого вот серьезного не серьезного вот до конца этого года на разных территориях ну территории скажем ну в целом это усиление военного тренда потому что фаза это вот пятая фаза мирового кризиса она всегда военная и сейчас вот массовые вот я не то что тут панику какую-то нагоняю но просто такова жизнь потому что мировая экономика судного процента она всегда я уже рассказывал предыдущий она формирует пирамиду долгов и все мировые войны это собственно списание долгов были взаимных то есть нет человека нет проблем как бы это цинично не звучало к сожалению но не я тебе скажем так эмиссии занимаюсь денег и не я эти войны скажем дело но с другой стороны понимаете идет еще чистка земли потому что перед водолея там должно быть ну скажем так не то что должно разумное человечество войти а вот если человечество неразумное но скажем так разрушает нашу мать землю она готова за то что у другого точка зрения убить там или там сжечь там кого-то то есть это дикое то есть это еще даже это какие-то уровень вот гуны невежества понимаете того вот и все а в гуне невежества в эру водолея не войдешь то есть находясь в гуне невежества и поэтому воинство шивы сейчас же фаза вот как раз третье разрушительно это под флагом шивы кстати флаг шивы трезубец то есть у него символ если так подходите кстати отмечено тоже откуда началось все между прочим но загорелся огонь вот этого всего потому что украина она повторяет мистерию чехии 1938 года там если вспомним что там было но на эту тему я и польша одновременно там как бы почему она стоит между двумя североатлантическим политическим ядром и евроазиатскими там любые государственные образования всегда будет между этими тисками ну скажем попадать жернова вот так вот и поэтому жизнь жизнь в любом случае будем жить хочу на такой позитивной ноте закончить что раз мы живем сейчас значит наши предки пережили все эти к сожалению катаклизмы какие были предыдущие значит у нас есть генетика выжить и прорвемся мы без сомнения выживем без сомнения дело в том что вот эта оболочка в которой мы с вами находимся она рано или поздно мы же это все знаем она рано или поздно естественно разрушится но вот внутри находится нечто то такое которое практически бессмертно и поэтому сегодня мы находимся будем так говорить в этой оболочке только потому что мы должны какую-то миссию осуществить так говорят и веды вы правы насчет шивы и насчет шива он завершает цикл то есть да он завершает цикл но еще до конца этого цикла остается достаточно много времени и нам вообще-то говоря повезло потому что 10 ну по ведическим концепциям по трактатам древним мы находимся в зоне будем так говорить благоденствия мини сатия юга это эпоха золотого века которая продолжается 10 тысяч лет а и мы в нее вступили совсем недавно в рамках истории всего лишь 500 лет там чем-то тому назад 50 там скажем и будет продолжаться долго но что самое интересное переход то должен быть переход должен быть я помню у меня дома даже находился один очень и очень известный человек видист индус и ну так получилось что вот он согласился приехать и мы сидели обсуждали было несколько человек и мы обсуждали этот вопрос и был вопрос задан а почему должно быть вот что-то такое очень и очень серьезное его ответ был такой прежде чем будет все очень хорошо должно быть ну закон такой цикл должен закончиться дальше человек рождается человек умирает мы же знаем потом идет рассвет потом идет зарождение четного и рассвет и так далее угасания но у четыре фазы это мы тоже знаем и вот это необходимо просто закончить эту фазу закончить этот цикл когда он наступит ну есть разные прогнозы вот вы сегодня говорите о двадцать пятом годе кстати совпадает с павлом глоба он тоже говорит после 23 25 года он считает о том что вот в данном случае речь идет о россии я еще раз я так сказать ну вот то что слышит что это и говорю андрей большое вам спасибо у нас время наше уже подошло концу даже больше времени пушкину посвятили сегодня очень много времени но это необходимо это действительно великий русский поэт и мы не можем пройти стороной вот это знаменательное событие день рождения такого человека вы знаете у нас следующая программа как раз таки будет посвящена тому что как найти тот путь как выбрать этот путь как его пройти точнее без каких-то серьезных потерь и без серьезных катаклизм и восприятия этих катаклизм и человек которым будем говорить зовут сергей мельников он и он зовут западным шама западным шаманом да и мы с ним неоднократно проводили беседы это путь к познанию своего собственного высшего я это интересно потому что то как что происходит мере это не она происходит потому что она происходит а как мы воспринимаем это это делать всем другое кто-то воспринимает трагедии хватается за голову до этого президента и так далее и так далее а кто-то воспринимает ну она есть она есть вот мы живем такое время спасибо вам большое дорогие друзья оставайтесь с нами буквально через несколько минут мы вновь вернемся на наш канал и сегодня в эфире был андрей бухарин профессиональный астролог руководитель астрологической школы и совсем ближайшее время будет выложена эта программа в записи вы можете с ней ознакомиться андрей всего вам доброго всего хорошего майкл до свидания уважаемые радиослушатели всех благодарю спасибо вам всего доброго